Итак, рассмотрим применение подходов и методов оценки стоимости на примере компаний конкретных отраслей. Наиболее наглядным примером могут быть компании-производители какого-то понятного продукта, например, в промышленном, в потребительском или в строительном секторе. Почему мы начинаем с данных секторов или с какого-то одного из них? Во-первых, в общем случае предполагается относительно простое применение подходов и методов. Не требуется глубокого понимания бизнеса и какой-то технической экспертизы в данном случае. Какие могут быть примеры таких компаний? Это кирпичный завод, цементный завод, производитель, например, мебели или производитель посуды. То есть какая-то одна компания, одна, скажем так, генерирующая бизнес-единица. В общем случае применяются все три подхода к оценке стоимости бизнеса. Но, как мы только что рассмотрели, могут быть какие-то исключения, могут применяться один, два или три из них и обосновываться отказы от применения остальных. Или просто даже не применяться, если очевидно, что они не подходят. Рассмотрим детальный пример по оценке озимых посевов. На некоторую дату, это довольно часто конец отчетного периода, 31 декабря какого-то конкретного года. Итак, компания понесла затраты, связанные с подготовкой почвы, посевом этой озимой культуры, в размере 10 тысяч денежных единиц. Ну, например, 10 миллионов, скажем. Она понесла их 31 октября какого-то года номер один. Согласно бюджету, будущие затраты, связанные с этой озимой культурой, составят 4 миллиона и будут понесены 31 марта уже следующего года номер два. Ожидается, что выручка от реализации собранного урожая по состоянию на 31 июля нашего года номер два составит 30 миллионов. Ну, она берется без НДС, например. Таким образом, прибыль будет равна 16 тысяч единиц или 16 миллионов. Вопрос тот же, как определить стоимость данных посевов на конец отчетного периода, то есть на 31 декабря года номер один. В оценке посевов на 31 декабря можно применить два совершенно различных подхода. Можно, во-первых, принять их стоимость равной затратам на посев, то есть 10 тысяч. С другой стороны, можно применить дисконтирование будущей прибыли 16 тысяч. Поскольку период дисконтирования очень незначителен, то эффект от этого дисконтирования будет минимальный. И стоимость будет, в принципе, близка к этим же 16 тысячам. То есть она будет 15 300, 15 600 и так далее. 15, ну, в любом случае, что-то около, близко к 16. На наш взгляд, ну, в принципе, можно сказать, что первый подход, он очень консервативный, да, то есть уже прошло три месяца, мы пока не признаем никакого увеличения стоимости, берем по старым затратам. А второй подход, он чрезмерно оптимистичный. То есть мы на сегодня, на 31 декабря, признаем практически всю стоимость, да, ну, с учетом какого-то небольшого дисконта за счет дисконтирования. Можно сказать, что наиболее разумный подход, это третий подход. В упрощенном виде это такой метод линейной аппроксимации. То есть постепенно увеличение стоимости этого актива, в данном случае посевов, в течение периода его биологической трансформации. То есть стоимость на 31 декабря будет близка, в данном случае, ну, примерно к 12, может быть, к 12,5 тысячам, да, единиц. Обращаем внимание, что подход постепенного признания применим для посевов, поскольку мы не знаем, что с ними произойдет в период с текущей даты и до даты сбора урожая. С животными же ситуация кардинально другая. У животных вероятность рождения потомства, ну, она составляет практически 100%, поэтому применяется гораздо более оптимистичный подход. То есть подход полностью включает стоимость этого потомства, так как оно через небольшой какой-то некоторый промежуток уже точно родится. И некорректно его не принимать во внимание, игнорировать этот факт, как мы делаем в случае, ну, скажем, озимых посевов или каких-то яровых.